Я вам не верю. Две девочки-подростки в одной комнате в течение недели, а вы ее не трогали. Правда, какой болван, не так ли? Я собираюсь научить вас. Остановись, папа, не бей его. Мишель, Мишель, где вы были? Прости меня, папа. Я так боялся, что что-то не так. Простите меня. Почему вы это сделали? Она хотела выполнить серьезное задание. Вот почему. И благодаря этому, спустя столько времени, мы смогли понять друг друга. Она поняла мои страхи. И я смог понять, что нужно Мишель, чтобы быть счастливым. Ну, раз уж вы так хорошо разбираетесь. К этого возраста. Почему бы вам не пойти и не убедить его? И я сделаю все, что вы скажете. Дайте мне ключ от мотоцикла. Я не знаю, нет, это ваше дело. Я советую вам вести диалог. Это единственный ключ, который может открыть все двери. Ну, похоже, что дверь моего деда, помимо замка, имеет несколько замков. Я должна поздравить вас с теми рогами, которые у вас есть. К счастью, что они вас не беспокоят, не так ли? Котенок, не принесешь ли ты мне чего-нибудь свеженького, любовь моя? Но быстро, пожалуйста. Я должна поздравить вас с теми рогами, которые у вас есть. К счастью, что они вас не беспокоят, не так ли? И вы знаете, что я о чем-то подумаю? Нет. Вам не нужно думать, вы должны действовать. Что это значит? Хорошо, но это нормально, что ты так одеваешься. А как вы хотите, что я одеваю? Вы понимаете, что делаете со мной в движении? Я не делаю вам ничего хорошего. Вы знаете, что это чур собачья. Как только я перестану принять со мной, вы поцелуете первого, кто встретил вам на пути. Я Янтаро, как ты делаешь? Я всегда тебя. Ты совсем справляешься, но все кончено. Вы ошиблись. То, что вы сделали со мной, я тебе никогда не не ошибу. Ты меня слышал? Никогда.